Управление семейным бюджетом – вещь, казалось бы, простая, всем понятная, но в то же время, как выясняется, многие этого не умеют и не хотят делать. Мы сегодня выясняли, что это такое, как это можно сделать, почему это нужно сделать и как заставить себя заниматься управлением семейным бюджетом. Семейный бюджет не резиновый, однако правильно распределять свои доходы и тщательно планировать расходы умеют лишь единицы. Экономия семейного бюджета – довольно точная наука. Например, отправляясь в магазин, возьмите за правило составлять список необходимых покупок. Чтобы понять, куда исчезает большая часть денежных средств из семейного бюджета, нужно вести учет доходов и расходов. Кредиты – довольно полезное изобретение человечества, но только тогда, когда речь идет о крупных покупках, таких как жилье или автомобиль. Но покупать в кредит телефон, микроволновку, кожаные сапожки или даже ноутбук довольно неосмотрительно. Если посчитать размер переплаты, то легко сделать вывод, что лучше набраться терпения и скопить на покупку вожделенной вещи, чем выплачивать банку большие проценты. Выработайте у себя привычку откладывать под 10% с каждого денежного поступления. Я сегодня узнала тоже достаточно много нового. Например, что бюджет вести есть огромный смысл, во-первых, вообще в самом, да, в самой теме. И что его нужно вести разный, то есть и кратковременное такое, да, временное, например, там, начиная, может быть, там, с недели, месяц, год и 5 лет и 10 лет. То есть в этом есть огромный-огромный смысл. Свой финансовый семейный бюджет я вела так, от случая к случаю. То есть сейчас я лишний раз убедилась, что все-таки действительно правильно, нужно регулярно этим заниматься. Рано или поздно мы осознаем, что тщательно спланированный бюджет является основой благополучных семейных отношений. А полученные знания помогут участникам семинара грамотно распределять свой бюджет, избегать ненужных трат и копить деньги на необходимые покупки. Владимир Токмаков, Антон Червяков, Новости.